От водителя до пешехода одна поездка. В Бобруйске задержали пьяного автомобилиста. Что пили? Ну, ну, ну. Надолго ли хозяин припаркует Митсубиси? Смертельный бизнес. Местные правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков. Фигурант задержан. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело. Сколько марихуаны нашли? Нечиста на руку. Правоохранители выявили серую схему в торговле. Выявлен факт хищения крупной суммы денег из-под отчета магазина в Краснополе. Без вины виновата или сколько грозит продавцу за махинации? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Одним бокалом игристого не обошлось. В Бобруйске задержали водителя, который еле стоял на ногах. Внимание сотрудников ГАИ привлек Митсубиши, который ехал по Минской, виляя. За рулем иномарки оказался 47-летний местный житель. Мужчина с трудом передвигался и невнятно разговаривал. А свидетельствование подтвердило предположение дорожной милиции. 3,8 промилле алкоголя. За необдуманный поступок мужчине грозит до 7,5 тысяч рублей штрафа. В следующий раз сесть за рулем сможет не раньше, чем через 5 лет. В Бобруйске, к слову, всего за две недели Нового года за нетрезвую езду к ответственности привлечены 13 человек. Криминальная хроника о Бобруйске правоохранителе перекрыли канал поставки наркотиков. На территории Осиповического района оперативники задержали 31-летнего неработающего жителя Светлогорска. В своем автомобиле мужчина незаконно перевозил через таможенную границу Евразийского союза из России около 200 граммов марихуаны. Он привез наркотическое средство для последующей реализации на территории Могилевщины. Фигурант задержан. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело. В Бобруйске за 2022 зафиксировано 140 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Вовлекается все больше подростков. И речь не столько о потреблении дурманящих веществ, сколько об их сбытии. На деньги ума не купишь. В Краснополе продавец брала выручку из кассы. 33-летняя женщина на протяжении полутора лет присваивала деньги и товар. Чтобы скрыть недостачу, она составляла подложные документы – договоры на реализацию товаров в кредит жителям поселка. В отношении продавца магазина, похитившего в общей сложности более 75 тысяч рублей, следователями возбуждено уголовное дело. За присвоение и растрату в особо крупном размере злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы. Не смогла удержаться. Правоохранители задержали женщину, которая воспользовалась чужой банковской картой. Ею оказалась 51-летняя нигде не работающая жительница Могилева. На камеры видеонаблюдения попал момент, как она с помощью кредитки оплачивала покупки в продуктовом магазине, заезжала на заправку, где залила полный бак. Когда деньги закончились, гражданка выбросила платежное средство в урну. В отношении нее возбуждено уголовное дело. МВД предупреждает, появились новые способы мошенничества в Телеграм. Схема простая. Злоумышленник с незнакомого номера отправляет в личку сообщение с просьбой поддержать своего ребенка в интернет-конкурсе и прикрепляет ссылку на голосование, которое ведет на фишинговый ресурс. Чтобы отдать голос, необходимо ввести номер телефона и код, по которому позже преступники смогут войти в ваш аккаунт. УВД Побрусского госполкома информирует, чтобы не стать жертвой мошенничества, нельзя переходить по сторонним ссылкам в интернете, не вводить свои личные персональные данные на незнакомых страницах, а также на своем устройстве необходимо настроить двухфакторную аутентификацию. Но на месте преступники не стоят и постоянно изобретают новые способы. Один из последних такой. Фейковые сотрудники банков сообщают пугающие новости о том, что счет заблокирован. Чтобы восстановить к нему доступ, нужно перейти по ссылке из письма и ввести данные банковской карты. Под предлогом разблокировки злоумышленники могут выведать и другую конфиденциальную информацию. Игра на доверие. Пока одни штурмуют соцсети под видом конкурсов, другие атакуют от лица банка. Только за несколько дней преступники похитили около 27 тысяч рублей. Аферисты связываются исключительно через Вайбер. Представляются работниками службы безопасности финучреждения. Рассказывают жертвам, что на их имя был оформлен кредит. После убеждают, чтобы избежать долга, нужно сделать такой же заем или перевести деньги на сохранный счет. Ссылка может быть завуалирована под выгодное акционное предложение от известного интернет-магазина или банка, предлагающего какие-либо бонусы и провоцирует перейти по ней. В шаге от трагедии в Быховском районе рыбак провалился под лед. Инцидент произошел во вторник около пяти вечера на реке Лахва. В МЧС сообщили прохожие. В 70 метрах от берега, держась за кусты, мужчина молил о помощи. Спасатели вытащили горе рыбака. Им оказался 51-летний местный житель. Пострадавший госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение». Работники освода постоянно патрулируют все места пребывания рыбаков, проверяется толщина льда, проводятся беседы с рыбаками. В Беларусь продолжают поступать атмосферные фронты и теплые воздушные массы. Спасатели напоминают, в такую погоду выход на лед становится особо опасен. С начала года водная стихия уже унесла жизни 10 человек. «Красная» по цене «Черная» и «Могилевские таможенники» не дали незаконно провести в Беларусь 650 банок икры. На российский товар отсутствовали необходимые транспортные и грузосопроводительные документы. Продавать деликатес предприниматель планировал могилевчанам. Общая сумма выручки могла бы составить свыше 10 тысяч рублей. В Могилевской таможне по данному факту проведена проверка. Материалы проверки направлены в МНС по Могилевской области, где в отношении физического лица начат административный процесс за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Мужчине грозит штраф до 3700 рублей и конфискация дорогостоящего товара. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариенс. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»